Прокрастинация 2.0. Все уже привыкли к тому, что мы прокрастинируем, и что такое прокрастинация, но она не оставляет амбиций преподать нам следующие уроки. Перед этим, до настоящего исторического момента, прокрастинацией было, когда у нас были какие-то цели и задачи, и мы не понимали, как их достичь, предполагали, что нужно что-то делать, что-то такое, и мы думали, а, позанимаюсь пока всякой ерундой. Типа готовлюсь, типа собираюсь с мыслями, типа, ну тут еще много важных таких вещей, надо все поделать. И большое дело откладывалось ради всякой ерунды. Это прокрастинация 1.0. Что такое прокрастинация 2.0? Нету цели, от которой мы прячемся. Понимаете, нету большого дела, которое мы откладываем. У нас все дела стали сейчас мелкими. Это понятно, почему? Потому что будущее приблизилось к нам абсолютно, что будет происходить дальше, непонятно, у нас нету образа будущего. Если бы вы могли сейчас представить свою жизнь на 5 лет вперед, то вы бы могли там определить важные цели и прокрастинировать, не добиваясь их. Но когда будущее неизвестно, цели нет, то кроме прокрастинации ничего не остается. Прокрастинация 2.0 – это жизнь, как она есть. Дазман, так сказать, по Хайдеггерфке. Но что я думаю по поводу этого? Мы сейчас должны строить мир не из будущего, которое действительно непонятно. Мы должны сейчас строить мир из самих себя. Это абсолютно новая задача. У нас всегда цели к нам приходили. Вот человек хочет квартиру, отдельную машину, одежду какую-нибудь, поехать куда-нибудь и так далее. Он же не сам это придумал. Он где-то увидел, кто-то ему подсказал, как-то это, да, и так далее. Или там успеха добиться, славы, стать блогером знаменитым, прости Господи. А сейчас, видите, какая конструкция? Вот никто нам подсказать не может. Потому что, кто куда ни кинь, понимаете, ничьей судьбе не завидуешь. Ну, если чуть-чуть вникнуть, Господи, кому сейчас, так сказать, замечательно. И вот это время, когда мы должны начать строить себя из собственного внутреннего мира. А этот собственный внутренний мир нужно прежде создавать. И если спросить, какая у человека цель сейчас должна быть в жизни, я вам отвечу, большой, объемный, содержательный, структурированный, организованный внутренний мир. Потому что такой человек, вот что бы дальше ни происходило, он найдет способ ко всему адаптироваться, найти возможности что-то делать, находить команды людей, с которыми он может вместе сотрудничать и так далее. Но только если он сам эту внутреннюю жизнь себе организует. А если он только потребляет всякую информацию, какие-то вот, что-то, все вот это, как в этом... Вот информационное поле, это мухи, они всюду облепили все, все, тратительно. И мы прокрастинируем, мы тратим на это время. Отриньте. Посмотрите, что бы вам внутри самих себя, так сказать, нарастить, чтобы у вас появился внутренний объем. И вот это должно сейчас стать целью. А все остальное просто мухобойка, дихлофоз и прочая дезинфекция. Понимаете? По периметру просто все. Берегите себя. А мухи разносят гниль. Вся информация, в которой мы живем, гниль. А внутри может быть много всего интересного. Мышление, понимаете? Социальный интеллект, понимаете? Креативность, стратегическое видение. Господи, боже мой. Вообще просто мир-то сейчас просто для исследований, для понимания, для анализа. Это же самое, что ни на есть, невероятное время. Просто мы в предельной трубуленции находимся. Столько фактов. Столько событий. Столько чудес. Чудес. Мы переходим из одной волны в другую. Знаете, когда люди, телевизоры приехали. Это вот был переход из индустриальной цивилизационной волны в информационную. Люди бегали смотреть. Телевизор приехал. У кого-то показывали. Они там смотрели в лупу, понимаете, на телевизор. Это чудо было. Чудо. Сейчас искусственный интеллект, понимаете, отвечает на вопросы лучше специалистов. А мы такие. А, что там? Слушайте, мы точно что-то попутали. Вообще времена такие, что просто э-э-э-э. Вот. Поэтому давайте. Будущего нет. Представить его невозможно. Но мы можем стать больше. И чем мы станем больше, тем у нас будет лучше, как бы сказать, потенциал. Когда весь этот мир перековернется через самого себя и окажется в новой реальности.